Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Простите меня за плохое расширение, потому что игрушка старая. Это Disciples 2. Я уже ничего не записывал давным-давно. Он зашел на YouTube и хотел посмотреть прохождение старой, очень любимой мне игрушки и серии вообще Disciples, которая из-за третьей части, по моему мнению, скатилась в говнище. Ладно, давайте начнем. Может даже пройдем одну миссию. Так, что тут у нас? За кого бы-то поиграть? Орды нежити, Четерюги эти, Горные кланы довольно сильные, Легион Проклятых, Империя. Эм, хе-хе-хе. Ну давайте за... Че за... За орды нежити, почему бы и нет? Так, тут у нас два. Ну давайте по темному пророчеству. Так, выбор специализации. Военачальник. Его воины восстанавливают 15% хп каждый день, но заклинания выше 4 уровня ему недоступны. Верховный маг. Изучает заклинания за половину цены и может применить их дважды в день. Неплохо, но с пылами я пользуюсь редко. Ну, пользовался я, когда проходил. Хотя бесчетное количество раз проходил Disciples, но больше всего любил именно за полководца играть. А, да, и за главу гильдии, кстати. Может изучать заклинания не выше 4 уровня. Строительство городов в два раза дешевле и воры выполняют дополнительные задания. Но, поиграем, пожалуй, за военачальника. Выберем портрет. Нет, назову тебя... Так, подожди-ка. НИТО! Сложность. Сложно. Очень сложно. Сложно. Норма. Сложно. Ой, блин. Ладно, давайте на сложном. Интро. Добро пожаловать. Больше 10 лет прошло с тех пор, как закончилась Первая Великая Война. Когда адские чудовища и демоны появились из стоныщей, расколовшейся земли, империя людей делала все возможное, чтобы противостоять нападению нечисти. Увы, любимая народом королева была убита, а Утр, единственный наследник, исчез. Бедняжка. Объединившиеся силой империи и горных кланов, вернувшие себе мудрость рун, сумели запечатать адский провал прежде, чем проклятый смог восстать вновь. Угроза со стороны Орд нежити исчезла вместе с убийством короля гномов Стурмира. Осуществив месть Мортис, ее слуги упали на землю и рассыпались в прах, тщетно взывая слабеющими голосами к своей безумной богине. Барды страшились складывать истории о несчастьях Первой Великой Войны, и все, что мы помним о ней сейчас, передавалось из уст в уста, теряясь и исчезая на семи ветрах. В этой игре мы узнаем о многом и про супу Мортис, и про Утора, и про Бетрезена. Мортис, богиня нежити, ожидала возвращения своего супруга Голиана. Многие сотни лет прошли с того черного дня, когда Голиан был убит богом гномов Воттоном. Изувечено его тело, и вечность понадобилась бы ей, чтобы исцелить его. Терпеливо вглядываясь в души живущих, Мортис вдруг ощутила присутствие существа по имени Утор, несчастного ребенка, послужившего местилищем души для Бетрезена, заточенного в древних рудниках Тимории горными кланами. Его нечестивая кровь могла вернуть Голиану к жизни. Никто не знал, где находятся рудники Тимории, но в библиотеке Империи не могло не быть их описания. Ограбить библиотеку Империи. Ну, к сожалению, их будут охранять не только горные кланы, насколько я помню, но и легионы проклятых. Что ж, это пошаговая стратегия, вышедшая в 2006 году. Первая еще давнишняя вышла, но я уже, к сожалению, не помню. Пошаговая стратегия. У нас есть ресурсы, они используются. Золото для постройки. Различные кристаллы. Это маны, по-моему, тут. Пожалуйста, введите имя вашего первого героя. Ну, даже не знаю. Большая раскладка не поддерживается, к сожалению. Буква очка «Э» пропала. Но тут мы можем наверняка английскую. Ага. О! Химакул будешь. Первый. Морти шепчет вам. Чего она хочет от нас, Прушин? Мы должны отыскать рудники Тимории. Мы положили начало возрождению Бога. Мы исполним ее приказ. Носферату. Духи привели нас сюда. Карты рудников Тимории хранятся в библиотеке где-то здесь. Мы должны получить их любой ценой. Что ж. Блин, давно я уже не играл. Так, это экран. Так, ну давай, экран армии. Вот это вот наш первый герой. Вот это вот страж города, который не может покидать город. Так. Так, так. Как-то вот так вот, наверное. Сейчас посмотрим. Давайте еще, в принципе, Виверну наймем. И... А, ну это надо двоих выкинуть. Ну, тогда давайте. Почему нет? Хотя призрак паралично ссылает. Это вообще читерский герой довольно-таки. Вот так вот. То есть, нормально. Пока, к сожалению, у нашего главного героя не может быть больше, чем 4 слота. Вот, 3 слота, пардон. Ну да ничего страшного. А, еще, еще, еще. Надо вот эликов взять с собой. Тех, которых нам дали. На постройки, че. Так. Тут будут зомби развиваться. Либо в одних, либо во вторых. Гробницу построим. А сколько ты хочешь за гробницу? А, 200 голды. Так у нас голды нет. Печаль. Тоска. Обидно, досадно, ну ладно. Кто это у нас такие? Разбойнички. Ух ты, нихера себе. У меня инициативы маловато, да? Или просто у них ее дохера. Так. Так, кого бы в паралич загнать? Ты атаковать не будешь, ты в защите. Давай в тебя. Паралич снят. Отправляйся в мир иной. Че-то крестьянин у нас восприимчив. Пес. Уклоняется собака все время. А так, наши виверны, ну ничего страшного. А че ж ты в защиту впал-то? А ты атаковать с задней позиции не можешь. О, теперь можешь. Бьют моего героя по щам. Ну ничего страшного. Дотянемся мы? Дотянемся. Эликсир исцеления. Мы восстановим там как раз 15%. Сколько? 50 единиц здоровья. Ну, давай, как раз будешь полный к концу этого хода. Двигаться пока непонятно куда. Так, тут у нас края карты. Мы получается в углу. Хорошо. Тут у нас есть еще товарищи, с которыми бы лучше разобраться. Но, да это после того, как походим. Думайте, думайте. Дорогие друзья. Думаю, че-то там горные кланы. А, нет, это не горные кланы. Это представители расы Империя. Вся скверна должна быть уничтожена. Ты уверен в этом? Ну что ж. Тогда попробуй. Территории потихоньку разрастаются. Когда они захватят, вот, начнут захватывать рудники. Вот, тогда и, собственно, будет нам счастье. То есть, будет больше ресурсов и всего остального. 200 золотых. Строим гробницу. Теперь по достижении левела наш призрак будет становиться баншей. Кто это такие? Опять же, разбойник, два крестьянина. Качаться нам нужно. Очень. Потому что, ну, поначалу мы довольно-таки слабы. И с каждой главой наш персонаж будет перемещаться. Ну, можно выбрать персонажа, которого будем вмешивать. Перемещать в следующую главу. Они опять же будут страдать. Так. Промах. Ну, что ж ты делаешь-то, дурачина. У моего призрака довольно мало инициативы. Это меня совсем не радует. Промах. 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 Замечательно. Уносим этого товарища. Биверна сейчас добивает его. Ну, что ж ты будешь делать? У тебя с точностью проблемы. Подруга. Ну, ладно. Ну, ладно. Вот и все. Опять же, подкоцали моего героя. Но ничего не поделаешь. Не мы такие. Жизнь такая. Так, что там еще я могу сделать-то? Нам по стройкам что-то попроще. Типа храма. 300 золотых, 150 золотых и 150 золотых. Значит, на следующем ходе построим что-то вроде храма. Так, золотишко у нас идет отсюда, да? Надо будет еще тут взять. Ну, да ладно. Конец хода. Пока что ничего не могу делать, кроме того, как качаться. Игрушка, как вы видите, старая, угловатая. Но, блин, это классика, ребят. Я так любил Disciples. Особенно первую часть. Там еще на совсем древнем компе. Это была замечательная игра. На уровне с Age of Empires я там любил рубиться. Так, ну, подкопим все-таки на храм. Давай-ка, заберем сокровища. Эликсир жизни. Это же неплохо. Кто там? Разбойники и ополченцы. Посмотрим, что из этого получится. Герой мой страдает. Я забыл ячейки поставить. Сейчас он, походу, и умрет тут же. Ну, ладно. Не будем. О плохом. Надеюсь. Надо его дурака было в блок ставить, конечно. Но, уже поздно. Хм, замечательно. Герой, который умирает, не получает опыта за бой. Сдохните, твари. Как вы видите, получили эти по 25 опыта. А наш товарищ не получил ни хрена. Ну да ладно. Че не поделаешь. Так, надо... Как это делается-то? Воскрешать. Вот, как-то так. Очков у нас, опять же, нету. Это что? Это город. Первого уровня. Пока не думаю, что стоит соваться в него. Так. А можно героя нанять? Угу. Можно было бы, если бы у меня были деньги. А денег-то у меня нету. Поглощение жизни. Вот, люблю я героев на Сферату. На самом деле. Вот, банши тоже неплохие. Но они, к сожалению, служат для того, чтобы устанавливать жезлы. Захватывать места на карте. Так. Ну че, пропускаем ход. Ничего не поделаешь. Сейчас, если восстановимся, пойдем развалим этот город. Вряд ли у меня это получится, конечно. Так. Строим тут храм. Так как я и хотел. для того, чтобы можно было резать наших персонажей, когда у меня хилки закончатся. Ой, крестьяны и разбойники. Че тут? Виверна и герой немножко подкоцаны. Гарнизон интересный. Тут у них ну давайте, я не знаю, сделаем сохранение, да. И попробуем штурмануть этот замечательный город. по идее, шансов у них тут не особо много. Хотя хер его знает. Сейчас и проверим много у них шансов или нет. что-то остается в защите. Сколько он у него там? 47 хп. Вырубай вот этого вот нелюдимого. Да, поспи. Хорошо. Давай ему отраву. Попробую застанеть, если получится. Получилось. Замечательно. Без потери город наш. До того, как вы появились, мы процветали, а сейчас у нас ничего не осталось. Ах, чертовы ходячие трупы. Что не поделаешь? Так, бабло есть? Бабла нет. Значит, посидим пока в городе. Ну, недостаточно золота. Но ходов у меня все равно нет. Так, крестьяне, разбойники. Короче, ребята, вашу Машу отдыхайте. Ох, это, блин, опасный. Еще и быстрый. я не уверен, что это оригинальное название юнита, это именной герой. А и все именные герои довольно опасны. Так, ну что ж, завершаем ход. Смотрим, чем нам повернется захват этого города. думай быстрее, товарищ. ха-ро-шо. 150. За 150 по-моему можно было построить башню магии. Да, башня магии. Или гильдию для того, чтобы воров призывать. Хотя лучше сначала башню магии. и тут же... А как это делается? Я уже забыл. Честно слово забыл. Как это делается? Во. Так. 200, 200. У нас всего лишь, к сожалению, 175. Пока ничего изучить нельзя. Ну да ладно. Не будем о плохом. Будем копить денюжки. Ага. Как ты там себя чувствуешь-то? Давай мы тебя это... Че? Серьезно? А, ну да, я же построился. По идее затащим. Давай, выходи. Как это делается-то? пардонти, я все позабывал. Вот кнопочка. Тут есть ходкей, жж. Они будут страдать. А, к сожалению, ни хрена не помнили, ни хрена не читаем. Блин. Надо ставить его тут же в оборону. Это вот так вот. Да. В защиту ты погаси всех. Да, да, да. А, ты не психуй сильно. Ты вот там как стоял, стоял, а кед стоял. Бесишь. Ты в защиту. Потому что пока эти твари живы, они тебя могут накостылять. Паралич. Замечательно. Можно бить. Вот и все. Совсем не сложно. Только опять я получил немножечко. Так, а это еще кто такие? Что за индивидуумы? Нейтральное поселение. В него тоже можно забраться? А, нет. Это просто. Просто. У нас есть еще 8 ходов. Так. Не думаю, что есть какой-то мотивчик туда берется. Один разбойник. Че он там стоит на моей земле? Какого хера? Слышишь? Ты че такой дерзкий? Ну, пускай поспит. Сволочь. Два раза ударил меня. Ох уж эта тварь. Так. Блин, а как посмотреть сколько у тебя? Ага, вот опыт сверху. 73,75. Тут еще далеко. Тут тем более далеко. Скоро уже будет кстати улучшение моей банши. Надо сюда нанять кого-то. Только за что? Вот вопрос. Все, пропускаем этот, завершаем точнее ход. Игра неспешная, как сейчас принято говорить, ламповая. Вот знаете, особенно для таких фанатов старых игр как я, просто я вот именно начинал с первого Diablo, даже не с первого, со второго Diablo. Я сначала поиграл второе Diablo, а потом первое. Вот. С казаков, с Вовки. Так что, ну, для меня это очень приятно. Если вам понравится, я тоже буду очень и очень этому рад. Что это такое? Это же у нас нифига не угол карты. Сюда доберешься? я покажу смерть на земле. Что это такое? Орки. Орк и гоблины. Что же, давайте сейваться. Посмотрим, получится ли. Они будут атаковать меня, поэтому я стану в защиту. Правильный выбор, между прочим. думаю, если все будет идти именно так, то шансов у них немного. Вот именно нежить она довольно читерска именно из-за вот этих юнитов, которые паралич кидают. Ну, бывает и такое. точность у нее просто хромает. И вот она собственно апнулась до призрака. Точность у нее 70%, все тот же паралич, хп-шки стало больше. Да и замечательно. Собственно, надо будет еще для виверной построить какое-то здание, но я не думаю, что мы апнемся. Ага, и все закончилось. замечательно. Так, спеллов. О, 250, замечательно. Наносит 15 единиц урона магией смерти. Магией воды снижает шанс попасть по противнику на 10%. брони минус 50%. Давайте вот это вот изучим. И пока что все. О, вот так вот же можно сделать, чтобы не тупить. 150 голды есть. Сколько там герой стоит? На сферату дороговато, блин, 500. Ну ладно, подсобираем. Че страшного. Сюда бы просто кого-то купить, но я не думаю, что они будут нападать на мое поселение. А, так тут нифига нет, это уже край карты. А че я натупил тогда так? Тогда нам надо куда-то в ту сторону, да? Ну вот, завершаем ход. Хотя опыт дело бесценное на самом деле, потому что тут опыт это сила. Небольшая разница в статах может вылиться в чудовищную разницу в силе. Вот мы уже разрастаемся. Скоро два города даже соединятся. Опасный отряд. Но я думаю опыт того стоит. Да, мы как раз и можем добраться. Делаем сейф, а то я сохраняюсь, потому что ну не хотелось бы грузиться потом с самого начала. Не сдюжим, но пойдем дальше. Приветствую вас, воины нежити. Мы знаем, что вы ищете в наших землях. Может быть, мы сумеем вам помочь. и так вы это сделаете. Жалкие смертные. Что вы можете сделать такого, что нам поможет? Я уверен, что Мортис вознаградит вас за мудрость, если вы прислушаетесь к моим словам. Говори быстро, живой. Мы договоримся. Атрон Черный и его бестолковая банда напали на нашу территорию. Избавьте нас от этой банды и в обмен мы вам поможем. Это ты? Черный? Кто из вас Черный? Разбойник? А где мне его искать-то, чувачок? Я же не помню. Он же хер знает когда играл. Давай подеремся. Че ты как этот? Блин. У них инициативы больше. Это меня не радует. И они еще мою баншу мучают. Суки. Ладно. Ты сразу уходишь, чтобы урона не наносить. Хотя лучше бы в блок его было поставить. Ну да ладно. Одного лучника кроем, чтобы призрака моего не забрал. Так. Ставим тебя в блок, дорогой мой друг. лучники уходят. Ты в паралич. Нормально. Жив цел дракон. Хорошо, что он не увернулся, а то было это очень и очень опасно. Ну тут еще вот только герой скоро апнется, а так больше ничего. Еле живой, твою мать. Давай завершаем ход. Не буду пока ничего строить, наверное. Завершаем на этом ход. С этими разбойниками интересно подраться. В этой миссии мы можем никуда не спешить. Начало восьмого дня. Потому как ну некуда. некуда спешить. Давай-ка отхилим. Сколько ты хочешь? За сотню? Ну давай за сотню. Че? Сейчас посмотрим есть ли тут лучник. Есть тут лучник. Ну давай вам. Че страшного бабло там подсоберется. Можем вот схватить сокровища. Но это не факт, что это будет золото, кстати. Опять из-за того, что у них инициативы больше. Это меня всегда раздражало в нежити. Скотина. Я только полечился тварь. Мразь. Ладно, все равно все будут дамажить только меня, поэтому... вот это печально. Вот это очень печально. Сейчас отхватит мой призрак. Да герой тоже может отхватить очень даже немаленько. Должен выжить, если останусь в блоке. Дерьмо. Да твою мать, че ж ты мажешь то, сука? Да, довольно печально на самом деле. Герой подох плюс вообще все очень плохо. Ну ладно, зато банша... Че я баншей называю, кстати? Зато призрак и этот самый Верна получит толкового дохода. Дохода? Ну вы поняли о чем доме, Есть элик воскрешения? Есть. Пожалуй, все. А, давайте-ка еще что-то изучим в городе. Я имею ввиду магию какую-нибудь. Ну вот призванный скелет. Почему бы и нет? На использование сотни уйдет. Нормально. Все, пропускаем ход. Для современных, конечно, глаз эта игрушка выглядит, наверное, очень плохо. плохо. Ну я закрываю на это глаза, потому что, блин, она меня так затягивала когда-то. Да и сейчас, в принципе, можно в нее позалипать. Вы не заметите, как пройдет 2-3 часа. За этой игрой... может быть у меня так, но за этой игрой время летит незаметно. Ой, не хочу я с тобой драться, дурачина. Сможешь схватить, не вступая в бой? прелесть. А там, судя по всему, придется с ним подраться. Но пока мы не полные, драться нет смысла. Еще подождем, пока призрак отхилится. И надо быть что-то построить, наверное. Так, зомби у нас не качаются, поэтому и трогать их не будем. Эти тоже мудачки. Это пока закрыто. Пещера. Вот, вот это пополезнее будет, я думаю. Оп. Хорошо. пропускаем ход. Начало десятого дня, или девятого. Сейчас посмотрим. Десятого, да. Уже бы надо бы по квесту идти, но я хочу, я хочу, чтобы он ломал меня. Так же неинтересно будет. навтыкают мои банши сто процентов. Я хочу попробовать. Надо тут сделать сейв. Если не получится, то просто подождем еще один день, когда мой призрак, не банши, восстановится и тадам. А пока, ну, давай попробуем еще-то. отряд большой и опасный. Иммунитет, конечно же. Сука. Инициатива. Как меня это радует. Ох, ты че. Пожалуйста, в блок. Кто из них самый опасный? Он может... Не, ну, мне нужен именно ты, скотина. Живи. Так, ну, сколько тут? 9 хп. Надо бы вдоможнуть. Промах. довольно печально. Лук. Хорошо. Хорошо. Отправляйтесь ко в ад. лук. Вот. Все. Потеряли мы, короче, призрака нашего. Вот это было тупо, конечно, но ладно. Надо просто ждать. Это победа, конечно. Тут можно и автоматически дальше проиграть. тупо. Вот. Но в этом нет никакого смысла, потому что ни призрак, ни мой герой не получили опыта. Мы можем теперь рассчитывать на их помощь. Так они уже мертвы. что-то я его вообще-то убивал только ради того, чтобы опыта срубить. Так. Поэтому давайте-ка еще один день все-таки пропустим. А, нет. Хватай. Элик? Пей. Следующий день. Подождем, пока мой призрак восстановится. Так. Уже 200 голды в прибавку. Так, слышь, может, я пойду его отхилю просто. Ё-моё. чё такое, ты чё? А, ну да, тут же надо по-другому немножко. Так, отхиль, пожалуйста. Призрака. На выход. Хватит, да? Вот тут еще делаем контрольный сейв. Я не знаю, получится у меня без потери уйти или нет. Очень в этом сомневаюсь, потому что ну уже нету моего героя. А, я еще и натупил, надо было зелье это оставить. Ладно. Что, простите? А когда ты успел уже ее надамажить со скотином? А, ну да, лучник первым ходом же. Хорошо, что иммунитет от ядов. я не знаю, надо было оставаться это или нет, но тогда бы мы не убили этого мудака. Хорошо, на этот раз паралич сработал. ну хотя бы так. То есть уже лучше, уже и призрак получил, и этот то есть уже получше будет, получше на самом деле. Жалко вот только, что герой. Можно еще разочек переиграть. Конечно, но вряд ли так получится, как я хочу, но все равно. так, это девятый ход, это десятый ход. Давай, на вот этом вот на девятом ходе. Что-то я уже просто заморачиваться начинаю. Так. и чешивы этот самый. Так, ну, подожди, мы тебя похилим после того, как день закончен. Так, завершаем. ХО-РО-ШО. Так. Можем еще, конечно, проюзать этот. Ибо мана мне позволяет по 15 единиц урона. Или скелета туда вызовем, чтобы немножко по этой самой. Давайте лучше мор. Так, теперь похилим их на выход. В руку тебе даю эликсир. теперь по идее все так, как оно должно быть. Не обращайте внимания, просто, ну, я все-таки выбрал сложный уровень сложности. По-хорошему надо было и хардкор выбирать. Но это немножко не то. К игрушке-то надо привыкнуть. так, ну, первая хода, как обычно. Так, ты... вот, все, можно сразу смело переигрывать, потому что... ну, это глупость. вот они за один ход разобрали все, что можно было. Я вообще хочу уйти отсюда без потерь, поэтому... Ну, не пойдет, исход боя. Такая же херня, только в профиль. В принципе. Не, меня это не устраивает. Мастер! Йоло! Я пока его не убью, не успокоюсь. Так, 39. Довольно печально. Промах. Замечательно. Хер с ним сойдет. Так себя. так давай мы тебя сейчас в защиту поставим, ты главное переживи следующую атаку. А ты застань лучника. Молодчина. пей элик. Мочи эту хрена ушин тропу. Прощайся жизнью, тварь. паралич. Все как по учебнику. Ни с первой, ни со второй, и даже ни с третьей попытки, но мы справились, так как я этого и хотел. хорошо. Был убит. Мы не можем рассчитывать на его помощь. Так тем более. Так тем более. Вот у нас тут есть еще орки. Но я думаю ход стоит завершать. потому как это дело неблагодарное. Мы уже пережили довольно сложный бой. К тому же у меня ходов нету больше. Ой. Отвык я, отвык от такого рода игр. На самом деле хотелось бы взять какую-то стратежку, пройти ее для канала. Так, серебряное кольцо ценностью. Поставить ее никуда не могу. Можно продать торговцу за 100 золотых монет. Да ладно, че ты вот это вот. Орг, луч, о, гоблин, лучник, орк. В принципе не сложно. Но то, что мы не полные. Да ладно, поехали. Так, о, инициатива на нашей стороне. Это замечательно. Показалось. Ничего замечательного в этом деле нету. Так, встанет надо вот этого. Че страшно. Избавляемся от одного дамагера от этих двоих. Ну и все. В принципе. Вот это печально. Хотя он и так умирает, поэтому все хорошо. А че тут, кстати, некорректную информацию-то показывает. О, левелап. Вот это тоже замечательно. Знание артефактов. И полет. Неплохо. Так, виверня. Ну, виверня еще нормально. Призраку да тоже еще дофига. мы справились. Копейщик империя. О, мы уже приближаемся прямо туда, куда надо. Так, давайте-ка опять же посмотрим, что бы еще можно было построить. По-хорошему надо бы гильдию. или нахер гильдию. Давайте наймем еще одного героя. Наймем моего любимого Носферату. Это, конечно, все хорошо и замечательно, но поглощение жизни это все-таки его поглощение жизни. Вот. Наймем Носферату. Ландул. Ланд. Собака. Пишись. Ну, ладно. Пускай будет так. Ранзивул. Ран. Будешь вот, сука, раскладка. Будь паенькой. Не вымахуйся. О. Хоть хп-шки-то у него маловато, но зато он славный малый. так, и это наш второй отряд, который мы тоже отправляем качаться. Инициатива у нас теперь поболее. два человека, которые дамажат по площади. К сожалению, я могу хилить только своего персонажа, не могу хилить прям всю пати. Ну, это не страшно. Ох, плохо, 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 надо убивать мудака. Давай, я в тебя верю. Красава. Нормально. Так. Гоблины. Доберешься? А, нормально. Как раз. Завершаем вход. Теперь у нас два героя. На самом деле, я больше люблю играть за Носферату, чем вот именно за полководцем. Ёб твою мать. Так, получил новый уровень. носить знамена. Передвижение. А, передвижение. То есть, мы можем ходить дальше. Вот это как раз то, что и нужно. Ты что такое вообще, мать твою? У меня призрак еще не отхилился. Ладно, какая хрен разница. Давайте сохраняться. так, сохранили игру. Так, Носферату. Мы выступаем на земли Империи. Нужно быть осторожней. Отсюда видно дым над маленьким городом впереди так простите пожалуйста я не заметил что за хрень такая на меня сейчас напала упокой ее пожалуйста это по-моему знаменосец как раз таки то да а устанавливает же я забыл уже как выглядят юниты но они довольно красивые между прочим мы убили их него знаменосца они шли сюда захватывать наши земли это такую дерзость мы простить не можем так ну этот ход мы пропустим так ты как себя чувствуешь адепт наш чувствует себя плохо поэтому давай вернемся по хилим нашего адепта и плюс построим какие-то здания для них наверное ой пардон не то вот эти вот крутые воины кстати за этих я не помню давайте-ка вот лучше кладбище наверно но тут сколько тут 200 за следующий ход так на выход мой замечательного раз доберешься можно будет подраться так с кого начнем а чё тут думать начнем со всех оба на дерзкий как надо было его на задний план ставить нынче этого по центру этого на задний план так бы самое правильное они довольно слабые пока что но вот это вот радиус к это просто замечательно так давай-ка так как я хотел тебя ставим где-то сбоку тебя ставим прямо за ним вот так вот дойдешь не дойдешь да ладно по крайней мере начни так а этот а этим героем я уже сегодня походил поэтому давайте хилить надеюсь на меня сейчас никто не нападет тем не менее наши владения разрастаются так давайте построим храм тьмы именно так да и хватай сокровища эликсид за защита неплохо кто это такие гоблины гоблины вам шоу о какой какие вы дерзкие ты посмотри ебаного нахер пошел не боись я выживу вот это тупо хорошо шоу выжил сколько у тебя точности собака точности 80 как ты промазал то ублюдочный непонятно ну ладно сука еле живой жесть так ну ладно вам еще до лавелов далеко торгаш мы нашли торгаша будем двигаться куда-то в эту сторону но сейчас надо основным героем походить призрак там как-то себя так себе чувствует но ничего сохраняем игру посмотрим потому что я смотрю там копейщики тупо не отображает что за отряд когда не отображается отряд я начинаю психовать сука нихера себе опасные парни очень опасные особенно вот этот ой 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 так ладно сатива 50 ох а ты по моему хилить можешь да сука и и то плохо и то плохо но надо вот этого по быстрее выносить у него хп больше всего да и неприятно все таки скорее всего герой мы не выживет не давай ей исцелять так я не переживу три удара я не очень уверен что его вынесу ну давайте рискнем раз надо грузиться надо было там если б я стал именно в защиту всего вернулась намного лучше так это не дело совсем не дело грузимся так тут у нас уже все походили ну да ты там еле живой бедняга давай плохо очень плохо то что не сыграла так как я хотел все равно считайте трупы ой 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 не переживет он этой атаки все равно ну ладно чё чё теперь поделаешь то автобой хотел чтобы он остался в живых но не прокнуло ну ладно не страшно будем отвратить тебя в сторону города не получилось ну да ладно переигрывать это до упора я не буду чё то слабовато команда мне кажется был бы еще один наверное радиусник как в той команде было бы все получше ну и я так думаю ты тоже чеши в город а там тоже все плохо с хп так чё это дает меньше урона от всех атак дойдешь за один ход сомневаюсь конечно что он дойдет за один ход но попробовать то можно как раз будешь идти в ту сторону за 1 посмотрим магазин там еще покачаться есть где все наверное 350 можно изучить даже шот так вот ледяную бурю можно было конечно еще с пылы там какие-то на них применять но все таки получилось и получилось а то там я с пятого раза прошел тут еще буду париться да ну его в жопу а вон там прямо город ой 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 они мне еще и этого вора своего засылают это ж ворюга нет ну мои пацаны то полные не уйти тебе ворюга не позволю тут бесчинствовать на моей земле не сможем мы конечно из-за того что я подрался ну теперь зайти в город и полечиться да ладно что страшно так опять же дерзкие не сильно большой отхил конечно но это пока что ау странная расстановка сил у них при этом все давай добивай это несчастье качаемся понемногу что я смотрю каждого не знаю не спрашивайте не задавайте глупых вопросов я сам не знаю но вы не сможете убирайтесь убирайтесь ты не дорожишь своей жизнью крестьянин у тебя есть выбор торговать с нами или умереть страшной смертью торговец промолчал быстрее мортис на время пощадить вашу жизнь если вы будете продавать нам свои товары да да конечно в конце концов вы не хуже разбойников которые наводнили эту область будь проклятые присрочные волки они вездесущие как как боровые поветрия короче чё те есть ёпт это еще что такое 1200 голды эльфийские сапоги по лесу с максимальной скоростью за 40 голды он тебе продам эту беду а это кто такие гоблины на море хэй забавно пропускаем пропускаем день или ход как тут правильнее будет сказать слышишь они уже добираются до моего города охуели совсем еще один ты сволочь ты дашь мне дойти до моего города или нет не не ты ты я думаю я смогу добраться воскресить своего героя 200 так 200 шо поделаешь еще 160 сверху чё не сделаешь жизнь такая кстати кстати ну да лидерство 3 лидерство не прибавилось при этом так давайте на выход и ой еще и хватит то чтоб сразиться хорошо ты задолбал мне уже дамажит еще сука вообще прийми свою смерть спокойно не дергайся а твою мать сказано тебе сдохни задолбал еще поддамажил опять моего героя ну не вот не тварь ли так ты как себя чувствуешь а ну ты наполовинку наполовинку там лучников давай размотаем что там господи там тех тех несчастных может даже похилюсь чтоб ты еще и моего этого не трогал гнида хотя они будут моего сейчас главного атаковать а не ну да да ты просто стоишь неудобно чтоб его атаковать давай добивай я бы мог подождать похилиться конечно на нем ну че забьем на это так там тоже какие-то земли тут же ж ну тут аж край карты но я думаю нам придется заходить вот именно с этой стороны в любом случае конец хода сейчас опять же придет сто процентов еще одного вора пришлет и и и Повезло тебе, чё? Так, Амортис говорила со мной. Чего же она хочет от нас? Армия Империи слишком далеко, чтобы остановить нас сейчас. Но на этих землях ещё остались несколько отрядов, и мы должны действовать быстро, пока... Мне попросили о помощи короля влечения. Мы исполним её волю. Чё, всё? На этом собственная борода, да? Ну, я не хотел драться, конечно, я хотел его обойти. Ну ладно. Каждый вор стоит по 100 голды. Или по 300 голды, я не помню. Надо посмотреть. На шо они переводят свою голду? Мудачьё. Давай как можно ближе. Как-то так. Можно как-то быстро между героем переключаться? Интересно. Или будем уже ввести его в долину? Рано ещё его ввести в долину. А там, кстати, построил всё, что хотел. Ну, это построил? Нет, построил. Хорошо. Ну, ладно, может изучим ещё что-то. Да, давайте ещё вот это вот. Чуть-чуть накидаем им там, если будет какой-то серьёзный бэттл. Да, давай, выдвигайся. Куда-то сюда, да? Если чё, двумя отрядами тут будем как-то чё-то решать, что ли. Потому что по-другому никак. Поселение имперцев. Вот он, город. Так, сколько там? Ну, я немножко подкоцанный. Опять эта летающая мразь тут. Ты в защите стал. Неплохо. Ну, раз ты стал в защите, я её поставлю в паралич. Какая хер разница? Это же для того, чтобы она отошла, сто процентов. Блин, это плохо. Я так и думал. Всё, не уйдёшь. Не в этот раз. Так, есть тут ещё кто-то. Тут поторговать можно. Это кто такое? Что это такое, точнее? Давайте сейф, тогда нападём на этих сволочей. Чувствую уже, что заигрался. Скорее всего, даже больше часа, но... Ой, а кто тут у нас? Не вижу. О, тут ещё и копейщики есть. Слышишь? Проблема. Пойдём попробуем сразиться. Ох, нихера себе. Ну, тут мне и борода, собственно. Зря я полез, надо было основным отрядом с ними драться. Ну, ладно. Чё уж поделаешь-то теперь. Зря я полез. Пока нормально. Зря я полез. О, бля, не дали мне походить, так бы я отхилился. Ну да. Надо грузиться. Слабоват, слабоват еще этот мой герой. Зато я теперь знаю, что ждать. Не уверен, что у меня получится. Давай отведем тебя назад. Ну это так, на всякий случай. И на следующем ходу я там немножко заклинания подогрею. Он был пойман и повешен. Хорошо. Шпиона нашли наши. Зи их него. Вот это то, чего я боялся. То, что они нападут. Но это еще не так страшно. Как могло бы быть. Давай лучше у тебя застанем. Пофиг на то, что она его захилит. На самом деле. Так. Ты выживешь или ты не выживешь? У тебя 49 хп. Может пережить один удар от него. Но если я его не застаню, ни хера не получится. Ну давай. Рискнем. Риск дело благородное. Так. Я таки думал. Хорошо. Хилки у тебя больше нет. Так. Замечательно. Вот то, что ты, сука, ходишь, это меня расстраивало. Но ничего страшного. Ладно. По крайней мере, мы без серьезных потерь. Ну, то есть, как, героя потеряли? Твою мать. Плохо? Ну, ничего страшного. По крайней мере, мы выиграем этот бой. Давай-ка отдохни немножко. Блин. Лидерства не хватает. Реально. Тогда бы спокойно убрал бы Виверну. Поставил бы еще кого-то. То есть, хотя бы еще одну баншу и кого-то наперед. Чтобы мой герой стоял в стороне. Чтобы он не был приоритетной целью. Ой, блин. Ну, ничего не поделаешь. Можно, конечно, Виверну поставить и тогда сбоку. Но они все равно будут бить того, кто слабее. Есть тут с кем подраться? Не, 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 не то. Давай пробуй отходить в город. ты отходи ну куда-то сюда к нашим границам надеюсь никто за за нами не поломится даже если поломится отхватят меня 1000 голды при этом всем настроить уже нечего они ежищу пещеру не построил а чё это странно как вроде строил она я не сохранился тогда точно точно ну все завершаем этот ход сейчас посмотрим как нам ответят на это все они уже подбираются к нашему городу суки так куда-то побежал вор на этом все хорошо счета ты мало бегаешь а ну да понятно почему он мало бегать на самом деле оставляем тебя где-то здесь и скипаем еще один ход то что надо довести все таки отхилить и да да только идти это сильнейший мой отряд чё там происходит чё страшно воскрешаем давай так попробуем не думаю что это что-то изменит но все-таки в городе нанять больше воинов быстрее восстанавливать здоровье бонус к защите давай 150 монет все равно бабла немерено пока что все пока одна виверна пускай сидит но это так если они вздумают сюда сунутся на выход ну что попробуем за следующий ход повоевать вон там с теми пацанами и попробовать пробиться к городу но не получится у меня основным отрядом к городу пробиться только за этот ход ну ладно посмотрим сквайр нормально ну давай тогда ой не то пардон ледяную бурю на вас натравим о не знаю насколько это была хорошая идея вроде неплохая то что я промахнулся по нему печально ну да ничего страшного я думаю вот этого надо было резать я протупил обы выдержать просто следующий удар ну по крайней мере я отхилился ну не сильно конечно но по крайней мере я живой я живое не мертвое нормально было опасно было чертовски опасно так вот мы здесь давай отступай немножко я не знаю что меня ждет там в этом городе и он ли это давайте сделаем тут сохранение так попробуем попробуем штурмануть город если это их не главный потому что в каждом городе каждый раз и но главном городе сидит вот такой вот страж как у меня там а это сраная имба сраная имба его убить ну блин герой потерян этот момент мне никак не переиграть там уже отряд сильный гелдвин гелдвин чёрт бы я подрал ну ладно чё страшного хотя сука они ж почти апнулись чё не поделаешь ладно т.к. ой-ой-ой-ой-ой-ой второй левел второй левел ой мать твою этот отряд по размеру даже сильнее моего будет наверное Вот это дерьмово. Давай попробуем разобраться с ними. Вот это было очень тупо. То, что они напали, мне просто не повезло. Им чертовски не повезло. Давай, отхватывай, сука. Ты там лечить будешь, да? Исцеление. А кто из вас тут офицер-то, я не понял. Вот ты ж, по-моему, офицер ихний. Блин, бандж убили, сука. Как я рад этому. Он еще и в ответку пьет. Сраный рыцарь. Что, простите? Это вообще сейчас законно было? Живи. Прошу тебя, живи. Дракон Рока, мать твою. Ну, наконец-то. Вообще ничего страшного. Знаете, я не жалею. Нифига себе они там понасобирали, суки. Что дают перчатки-то? Урон, наносимый предводителем, в снаряжении которого находится этот артефакт, увеличивается на 10%. Давайте сразу хилянемся. А это что? Увеличит наносимый с очарованным воином урон. А это что? В течение одного дня шанс с очарованным воином попасть в противнику увеличивается. Это просто торгашу сдать. А я дойду? Нет, я не дойду. Лучше я смоюсь отсюда. Я победил очень сильный ихний отряд. И поэтому стоит отсюда сваливать. Мамма миа. Сваливать надо очень быстро. Я успею-то хоть? Все, фресай. Плечи полностью по аншу. А тут он-то восстановится. Так. Пропускаем и смотрим, что они предпримут. Сейчас полетят штурмовать этот город. Я почему-то в этом уверен. Ну уже. Давайте, дети. Ага. Ага. То есть. Ха, интересно. Не пошли в атаку. Ладно, на выход. Они будут страдать. Ну че ты, пуся. Кусаться вздумал. Тром. Печально. Ой, да ладно тебе. Че вот сразу убегать? С чем? Неужели это что-то когда-нибудь меняло? Возвращайся обратно. Теперь будем вот так вот. Потому что там какой-то опасный отряд. Но тем не менее. Я думаю, они попрут в любом случае сюда. Ой, там город был запилен. Значит и гарнизон был улучшен. Тут, 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 тут. Ладно. Че, деньги есть? Да, конечно. Ну да. Ага. Давай на выход. Чего? Чтобы нанять этого героя, необходимо построить гильдию. А что, гильдия у меня не построена разве? А, ну да, я, по-моему, завтыкал с этим делом. Строим тогда гильдию. Нанимаем вора. Вор, к сожалению, у нас не может делать каких-либо... Ну, собственно, в отряд себе набирать или еще что-то такого. Плана. Но зато он может устраивать диверсии. А это уже очень хорошо. Погнали. Ну что ж, давай. Нападайте. Я что-то уверен, что сейчас на этом у меня все и закончится. Стоп. Он подошел, но он решил не драться. Мешает, да? Так, что ты можешь сделать? Внедрить шпиона. Предводителю отряда. Интересно. В принципе, что там? Ну, уменьшаю количество. Успех. Хорошо. Дворы и царя один священник и именной персонаж. Ладно. Уходи теперь в сторону, друг мой сердешный. Делаем, соответственно, сейв. И вообще, вот честно, хз что будет. Но надеюсь, все будет хорошо. Опасно. Ни хера себе. Ублюдки. 150 хп. У каждого. У этого 165, так как у меня. Второй уровень. Все второго уровня. Отряд мощнейший. Нахера я, кстати, магию не применил там? Точность еще у них плюс 8. Почему? Это ты даешь? Им точности плюс 8, да? Непонятно. Ну ладно. Надо будет забафаться теперь. Но тут... Картина ясная. На самом деле. Промах. Ни хера себе на 40 отхилил. Надо было в оборону вставать. Ладно. Дурак дураком. Какая теперь разница? Все равно переигрывать буду. Давайте. Промотаем. Победа. Победа. Несмотря ни на что победа. Ну. В принципе, конечно. Попробуйте. Убейте моего дракона. Давайте все-таки попробуем переиграть. Если не получится. Ну, то есть, если все пойдет нормально, но не получится, ну, то хрен с ним так и будет. Так. Ого, 27 дней. Я уже реально затянул-то с игрой. Подожди. Стой, 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 стой. Сейчас мы еще... Сейчас мы еще применим на тебя. По-моему, один спелл можно всего лишь, да? Тут все так хорошо. Сейчас посмотрим, можно ли еще какой-то спелл применить. Например, вот этот. Можно. Давайте на него все поприменяем. Еще скелета на него вызовем. Вступи-ка в бой. С мудаком. Развалили моего скелета. На раз-два. Да вы че ж... Охренели, что ли? Дамажить так. Пиздец, демоны. Да я вообще-то тут за нежить играл. Дамажить вообще не в себя. Ублюдочное. Вот этого вот. Да твою мать! Сейчас с героем пизда будет. Не, 61 хп. Че, кстати, зелья-то дает. Вылечит наносимый... Урон в бою. Но он меня не убьет за один удар. Хотя... Какая хер разница? Давайте-ка лучше ему... хп-шечки сбережу. Хорошо. Воскресил. Так, ну да пошел ты в ж... Ох ты, бля... Вот это я очень зря сделал. Умри, умри! Аллилуйя. Повезло. Просто повезло. До свидания Просто повезло До невозможности Фу, ну вот так, в принципе, оно должно было пройти Там из знамена, я смотрю, бы она выпадали, блин А, я не могу Печалька И знамена я не могу носить, потому что Не прокачал такую Способность Не понял А с кем тут драться-то? Да-да, ладно, слышишь, давай Отступай, наверное, да? Да-да, завершаем ход А с кем он там драться собрался? Я что-то не вкурил совсем Это еще что такое? Блин, опасный отряд пришел На моего вора, кстати За один присест Ну да, вообще без потерь Блин Первая, вторая лавала Но он уже не сможет пуститься, конечно, за мной в погоню А, там вор Понятно, я думаю, что она Что она мне сказала, что там подраться с кем-то надо будет, чтобы пройти Теперь понятно Лечить За 500 голды Да, конечно Даже он найму Такого вот пацана Тут совсем все нормально было Что ж, дорогие друзья Я чувствую, я заигрался где-то часа на два Всем спасибо за просмотр Кто досидел до конца Ну, собственно, это не конец Это я так затянул еще даже с первой миссией Но эта игра действительно неспешная И очень-очень-очень приятная С вами был Марс Всем спасибо за просмотр Disciples 2 Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok